Два часа дня на Дону Добрый день, добрый день. Сегодня у микрофона главный редактор радио ФМ на Дону Виктор Серпионов. Качественный звук нам сегодня обеспечивает Иван Михайлович Сягин. Продолжается подготовка к фестивалю радио ФМ на Дону Дон Шансон. Кстати, эту программу вы сейчас можете и слышать, и видеть в Ростове 100,7, в других городах вы можете слушать это, в Сальске, в Целине, и можете смотреть веб-трансляцию. Для этого нужно зайти в группу ВКонтакте, она называется Дон Шансон. Там вы увидите записи предыдущих программ, и также и эту программу, тоже она в записи будет выложена попозже. Мы работаем в прямом эфире, поэтому можно звонить по телефону 200 ровно 2519. Расскажу о программе «Часа» и о его участниках. Значит, мы говорим о фестивале Дон Шансон, который состоится 28-29 декабря в Ростове-на-Дону. Это будут финальные уже концерты, финальные мероприятия. 29-го это будет финальный концерт в прямом эфире телеканала Дон-24 с СМС-голосованием. То есть победитель фестиваля будет определён в течение вот этих пары часов, наверное, когда будет идти финальный концерт. И слушатели, зрители будут транслироваться в эфире телеканала Дон-24, в интернете будет аудиотрансляция. То есть слушатели, зрители, читатели могут принять участие в этом голосовании. Итак, сегодня у нас в гостях автор и исполнитель своих песен Светлана Колундаева. Светлана, здравствуйте. Добрый день. Инна Билан, исполнитель песен, журналист. Инна, здравствуйте. Здравствуйте. К сожалению, не своих песен. Ну, начало. Начало положено. Вы поёте не свои песни, потом будете петь свои. Потом ваши песни будут петь другие исполнители. И сегодня Сергей Жирин, к сожалению, который должен был быть у нас, он отсутствует. Он в другом городе, на гастролях. Поэтому сегодня мне будет помогать Марина Олеговна Орлова. Здравствуйте. Наш музыкальный редактор, она сидит с чашкой кофе. Неожиданность для неё была и большая честь участвовать в нашей программе. Поэтому будем от неё ждать помощи или, по крайней мере, аплодисментов, смеха, одобрения, кивков и так далее. Итак, напоминаю, что освещать фестиваль будут все медийные ресурсы нашего холдинга «Дон Медиа». Это радио «ФМ на Дону», радио «Вести ФМ», телеганал «Дон-24», газета «Молот» и интернет-площадки «Дон-24.ру», «Дон-24.тв» и сайт газеты «Молот», «Молот.ру.ру». За то время, пока у нас не было программы, прошло две недели, собственно, изменений и так много произошло в подготовке к фестивалю, но появились новые участники. Они присылают свои песни, свои треки, присылают по адресу donchanson-yandex.ru. И жюри, организаторы фестиваля из этих песен, в общем, формируют последующую программу фестиваля. Ну, как я выяснил, по-разному. Люди узнают о фестивале, кто-то узнает от каких-то знакомых, кто-то из эфира, кто-то по рекламе. Вот вопрос тогда к Светлане. А как же вы, Светлана, узнали об этом фестивале? Через интернет, ВКонтакте. Ну, ладно. Ну, давайте начнем с того, что вы участвовали в предыдущем. Да, участвовала, где заняла второе место, лауреат второй степени. Вот. Очень понравилось и решила еще раз поучаствовать. Хорошо. Вы же свои песни поете, да? Да, только свои. А вот скажите, приехали-то вы очень уж издалека. Как я выяснил, в два часа ночи был подъем. Да. Где вы живете? Даже без 22. Это очень важное уточнение. Это станица Боковская. Почти 400 километров от Ростова, находится север Ростовской области. Вот. Где родина нашего земляка Шолохова. Только вешки немножечко прямо, а мы отклоняем, как-то уходим на право. Ну, то есть, в принципе, мы все, жители Дона, можем сказать, что мы живем на родине Шолохова. Да. В Боковской, в Вешенской или где угодно. В Каргинской все, да. Все там. Казачья вольница. Вы по специальности по какой работаете сейчас? Я выяснил, что вы юрист по образованию. Да, по образованию я юрист, но сейчас я, наверное, долго шла к этому и, наконец-таки, пришла в культуру. Работаю ведущим методистом в районном Доме культуры Станицы Боковской. И вы там что делаете? Поете еще, ко всему прочему? Пою, танцую, сценарии. Все, чем занимаются вот работники культуры. Какой-то коллектив у вас, может быть, есть, нет? Ну, пытаемся открыть и волга, да. То есть вы пока в сольной карьере? В сольной, но девочки со мной вот есть, которые поют. Давайте послушаем вашу песню, а потом еще с вами продолжим беседу. Какая песня у нас прозвучит? Мы, казачки вольные. Мы, казачки вольные. Давайте. Мы, казачки вольные. На тихом, на вольном, на славном, на дону. Такие, как Аксинья, у нас через одну. А если не Аксинья, на таллим слывут, Но своего хригория в обиду не дадут. А мы, казачки вольные, вольные, В груди степи вскормлены, вспоены. Если че не так, то только лишь казак Махет и спрошать, че есть там и да как. А мы, казачки вольные, вольные, В груди степи вскормлены, вспоены. Если че не так, то только лишь казак Махет и спрошать, че есть там и да как. Любить умеем крепко, очаг свой защищать, Когда казак в походе у нас не дать не взять. Рожаем мы на славу, поем как на духу Своей статью гордой прославили страну. А мы, казачки вольные, вольные, В груди степи вскормлены, вспоены. Если че не так, то только лишь казак Махет и спрошать, че есть там и да как. А мы, казачки вольные, вольные, В груди степи вскормлены, вспоены. Если че не так, то только лишь казак Махет и спрошать, че есть там и да как. На тихом, на вольном, на славном, на дону Живут казачки гордо, как было в старину. Традиции все помня, любя свой край лихой, И песнями народными хранят в душе покой. А мы, казачки вольные, вольные, В груди степи вскормлены, вспоены. Если че не так, то только лишь казак Махет и спрошать, че есть там и да как. А мы, казачки вольные, вольные, В груди степи вскормлены, вспоены. Если че не так, то только лишь казак Махет и спрошать, че есть там и да как. Мы, казачки вольные, в исполнении Светланы Колундаевой. Прозвучала песня. Светлана, вы казачка? Казачка. Вольная? Вольная. Мужчины об этом знают? Знают, но я же там, видите, какую маленькую ремарочку Сделала, что если че не так, то только лишь казак. Понятно. Вы вольная, как ветер в степи, Поэтому догнать удается далеко не всем. Марина Олеговна Орлова хочет задать вопрос. Пожалуйста. Ну, я не то, что даже хотела бы задать вопрос, хотела бы сказать, Светлана, очень хорошая песня, и мне, конечно, как вольной, гордой казачке она очень понравилась. И скажите, пожалуйста, вот слово, ну, даже это не слово, чё, это специально вы так спели, да? Да, да, потому что это наш, как это, донской сленг, наверное, да. Знаете, я случай вспомнила из жизни. Я однажды ехала в такси, и таксист был не ростовчанин. И он сказал, вот нравится мне ваш город, нравится, есть у вас такой свой колорит. Ну, знаете, что не нравится? Вот у вас все говорят слово, все говорят, чё? И я уже его говорю. Я говорю, ну, что же делать это? Нас учили в школе, даже вот живя, да, в станице такой, в казаче, нельзя вот так вот разговаривать. Мы же еще и гэкаем, у нас же вот гэ, то есть я уезжала в Краснодарский край, и сразу это вы, наверное, вот откуда-то с дона. Я говорю, а почему? Ну, потому что вы разговариваете так, то есть мы не замечаем, да? Так они гэкают тоже, кубанцы гэкают. Ну, как-то по-своему, наверное. Какой-то вот там казак один мне пытался тоже с ансамбля, говорит, это вы знаете, донские казачки, они лучше, чем кубанские. Я говорю, ну почему, чем? Ну, это они знают, чего они хотят по жизни, а кубанские никак не по-моему. Не определятся. Да, да, да. Да, гэка не, это да, нам слушатели звонят в эфир и говорят во время передачи, говорите громче, не слышно. Марина, песню эту мы поставим в эфир, я имею в виду в ротацию. Да, конечно, Виктор Иванович, конечно. Я думаю, что еще как раз в середине часа она к месту, потому что в середине часа у нас идут песни о Ростове, о Доне, о казаках. Так что это именно туда. Как давно пишете, Светлана, песни? Я не профессионал, то есть это моя душа, я живу, наверное, этим около пяти лет. Всего лишь? Всего лишь, да. То есть раньше я даже и не знала, что это такое рифмовать строчки. Как я читала поэтов, поэзии, мне нравились песни. Я вообще живу с музыкой в любом настроении. А просто был такой период в моей жизни, когда, ну, просто, наверное, моя душа выжила в этот момент. Оно как-то само пришло по себе ночью. Как и не смешно, это у меня был такой фонарик, как у шахтера. Вот просто одевался на лопы, я писала, 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 и вот. То есть сначала просто стихи, а потом стали сочиняться песни? Ходили песни, у меня песни приходят с мелодиями сразу, вот. Я не знаю, как это слушателям судить, гениально, не гениально, понравится, не понравится, ну, то есть идёт сразу мелодия, мелодия, песня со словами. И стихи также вот сейчас, ну, не то, что там это ради какого-то красного словца, но около 400 песен, сделано около ста стихов просто вот. Ну, не хватает времени просто как-то их вот в сборники выпускать, поэтому пошло всё. Это всё за пять лет? Да. Всего за пять лет, да. Светлана, ну, всё-таки интересно, что-то должно было послужить вот этим толчком? Вы же не могли просто так взять и написать? Вот, наверное, какие-то личные вопросы, да? Поэтому сейчас озвучиваю. Да, это душевные, личные переживания, да. Вот так, наверное, как-то. Наверное, я думаю, что это, как говорят, ангел-хранитель, наверное, помог выжить. Инна, у вас какой-то есть вопрос к исполнителю? Нет, я просто хочу… Или претензия к её песне? Нет, абсолютно. Я просто тоже хочу сказать слова восхищения. Просто на самом деле это, наверное, очень сложно по истечении какого-то времени заняться чем-то новым, заняться творчеством, найти в себе силы и вдохновение для того, чтобы писать эти песни, и тем более доносить до слушателей. Очень здорово, мне очень понравилось. Это была Инна Билан, наша исполнительница, наш гость в данном случае этого эфира. Поэтому вопросы к вам, Инна. А правда, что вы первая жена Димы Билана? Ходят слухи. Я знаю, откуда ветер дует. К сожалению или к счастью не могу сказать, что нет. Хорошо, тогда другой вопрос, совсем простой. Вы же приехали из Луганска. Скажите, сколько украинского сала можно перемещать через границу за один раз? Приехала я на самом деле из Донецка, училась в Луганске. То есть у нас наш фестиваль приобретает международный масштаб. Да, уровень приобретает, не только Ростовский и области. А по поводу сала до трёх килограмм. До трёх килограмм. Можно привезти через границу, да. А самогонки? А самогонам нужно литр на человека. Литр на человека. А сколько в день можно пересекать их границу? Да, вот хороший вопрос, между прочим. Нет, ну там сейчас уже сточили все эти рамки. Это вопросы наших пограничников. То есть там фиксируется, сколько раз человек перемещается через границу. Для меня, например, как теперь для человека, который имеет какой-то документ в России, то для меня нельзя уже слишком много и часто ездить. Давайте послушаем вашу песню, которая называется «Всей моей нежности». Поёт Инна Билан. Мечта. 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 О том, что будет с нами. Глаза закрывай. Горячими руками возьми. Любовь, в которой плыли мы только одни Путь к сердцу не закрыли Я подарю всё, что в душе храню Ты знаешь, всей моей нежности Хватит, чтобы исцелить Но только ревностью счастье спасти Никак Никак Ты знаешь, всей моей глупости Не хватит, чтобы улететь И только не отпусти Я вижу в твоих глазах Глазах Теряй Осколки слов обидных Меня обнимай И слёз уже не видно Возьми Любовь, в которой плыли мы только одни Путь к сердцу не закрыли Я подарю всё, что в душе храню Ты знаешь, всей моей нежности Хватит, чтобы исцелить Но только ревностью счастье спасти Никак 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 Ты знаешь, всей моей глупости Не хватит, чтобы улететь И только не отпусти Вижу в твоих глазах Глазах Ты знаешь, всей моей глупости Не хватит, чтобы улететь И только не отпусти Вижу в твоих глазах 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 Всей моей нежности Песня прозвучала в исполнении Инны Билан Я напомню, телефон прямого эфира 200 ровно 2519 Звоните, задавайте вопросы участникам Спрашивайте Предлагайте свои песни В фестиваль Дон Шансон Ну что же, Инна Как говорят В Донецке и в Ростове Давайте поговорим За эту песню Давайте поговорим Чья песня? Кто автор? Автор Это очень Хороший Мой знакомый По воле судьбы Нас разбросало По разным городам Даже по разным странам Мы сами из Небольшого городка Это город Снежной Донецкой области Вот я Решила связать Свою жизнь дальнейшую С Россией Он решил с Украины Он сейчас живет в Киеве Сотрудничает со многими Известными людьми Песня Димы Билана Не молчи Это его песня Также он для Григория Лепса Пишет Для Владимира Преснякова Для многих украинских Звезд Шоу-бизнеса Он пишет и текст и музыку Да и текст и музыку Назовите же эту фамилию Это Владимир Курто Спасибо ему за эту песню Это была песня Написана специально для меня Вот я очень рада И благодарна ему Что он разрешил мне использовать Потому что не сегодня Завтра эту песню В общем-то могут купить Да но вот на данный момент Я могу ее использовать А с чего вдруг началось Вы же сейчас Журналистка А с чего вдруг началась Эта исполнительская тяга К исполнению песен Я вообще По образованию Абсолютно не музыкант Слуха Мне как вначале Вообще говорили Что у меня слуха нет Голоса у меня нет Вот поэтому я решила Наверное зло всем доказать Что это не так В своем маленьком городе Работая в отделе культуры Думаю Все поют Все танцуют А чем я в конце концов Хуже Ну вот и я решила Собственно Наверное С 15 лет Да У меня даже своя группа была Вокально-инструментальная Они все были молодцы Умели играть И я ходила Научите Хоть петь Научите В конце концов И чему-нибудь научите Ну вот как-то вот так Все-таки какие-то уроки вокала были Да Нет, они уроки вокала Люди абсолютно без образования Тоже Кто-то где-то услышал Наиграл То есть это был Абсолютный Городской Уличный джаз-бенд Так сказать Но выступали мы На уровне города И тогда это было круто Я хочу сказать тебе Если бы я не знала Что эту песню поешь ты Я бы никогда Тебя не узнала Спасибо Очень красиво Да, интересно Спасибо Интересное исполнение Светлана Кроме эпитета красиво Что-то еще можете сказать По поводу этой песни Что там не так Вот на ваш взгляд Автора 400 песен Что так О этой песне Чтобы вы изменили В этой песне Как я не могу судить Да О суде кто Как нам сказали На первом фестивале Но Ваше впечатление Об этой песне Ну она такая Что не знаю Это сейчас бы Был бы такой Как бы Как это раньше говоришь Лягер Да Хит Да Хит был бы действительно А сейчас говорят хит Хорошо Что же Какие еще вопросы У Инни Инни Какие вопросы К Инни Какие вопросы К Инни Да Такой вопрос Актуальный Инна Не планируешь ли ты еще Все-таки не созрела Сама писать песни Ой Ну наверное Вот как Светлана Правильно сказала В жизни должно что-то Такое произойти Которое что даст толчок Для Открытия в себе Таких талантов Как писать песни Писать музыку Тем более я вообще Понятия не имею Что такое Фортепиано Ну пусть не музыка А слова например Музыку тебе напишут Я в 16 лет пробовала Это делать И даже музыку Мне написали Но это было Любите ждать И слезы лить Все то девчонке Остается Он на то любит Убранит И со слезами остается Что за тематика Вот Ну несчастная любовь Сюда-сюда Но пока Пока не знаю Ну то есть расставание С Димой Биланом Никак не послужило Толчком К написанию Песен Я думаю даже к счастью Что она не послужила А то пришлось бы Конкуренцию Какую у Димы составлять Кстати действительно Нам радиослушатели Звонят И спрашивают По поводу Инны Билан Есть например Две известные фамилии Например Анита Цой И Сергей Цой И как бы каждый В своей отрасли Сергей Цой Кстати наш земляк Я думаю Что мы с ним сделаем Когда-нибудь Программу Ростов Папа Мы планируем Программу Ростов Папа Сделать 5 сентября Она будет С Иваном Кононовым Автором Многих песен На Ростове В том числе И знаменитой Левый берег Дона А Сергей Цой Тоже заканчивал Наш университет Журналистику Так что может быть С ним и поговорим Поговорим Ну хорошо А давайте Светлана Послушаем еще Песню вашу Ну вот перед тем Я вот смотрю По названию Песню я еще не слышал Но она В другом стиле Неджели казачки вольные В другом Да Это как раз таки Немножечко раненые души А казачки вольные О казаках Песня это единственная Или у вас их много Много Есть и о Ростове Песня Есть и о казаках И вообще И о станице О нашей То есть вот Ну я не знаю Куда бы меня не забрасывала Наверное Судьба Где я еще Где еще окажусь Но вот эти корни Наверное предков Они как-то вот так Очень сильно сидят во мне Песня о Ростове Это хорошо Марина Нужно будет зафиксировать Скачать Обязательно И она в нашем эфире Будет звучать Звучать Кстати Десятого Десятого Сентября В рамках празднования Дня города У нас есть такая идея Надеюсь она воплотится В рамках празднования Дня города Будет концерт Песен о Ростове Авторов-исполнителей Собственно Наших гостей Гостей нашего эфира Которые у нас были Которые написали Песни о Ростове Эти песни будут звучать Мы планируем Что это произойдет На театральной площади Перед вот началом всего Большого действа Большого концерта С какими-то звездами Вот наши люди выйдут И пропоют Гимны Любви Ростову Ну что же Песня Крылья Светлана Колундаева Песня Крылья Светлана Колундаева Кто-то мне не будет Петь песен От зари до зари Кто-то мне не будет интересен Говори, не говори Жизнь такая штука Каждый знает Не суди и не брони Каждый в жизни выбирает Крылья для своей любви И я взлетаю, падаю И снова становлюсь я на крыло Думала, с тобой лечу я Да подвалила я перо Я вокруг тебя парила Подставляла я плечо Борон ты, да однокрылый Быть с тобой нам не дано Я взлетаю, падаю И снова становлюсь я на крыло Думала, с тобой лечу я Да подвалила я перо Я вокруг тебя парила Подставляла я плечо Борон ты, да однокрылый Быть с тобой нам не дано Где-то будет праздник снова Зазвонят колокола Кто-то встретит свое счастье Позабыв про небеса Не смогу сидеть я в клетке Раны быстро залечу Поднимусь я к солнцу в небо И тебя не позову Я взлетаю, падаю И снова становлюсь я на крыло И снова становлюсь я на крыло Думала, с тобой лечу я Да подвалила я перо Я вокруг тебя парила Подставляла я плечо Ворон ты, да однокрылый Быть с тобой нам не дано Ворон ты, да однокрылый И снова становлюсь я на крыло И снова становлюсь я на крыло Я взлетаю, падаю Я взлетаю, падаю, падаю И снова становлюсь я на крыло Думала, с тобой лечу я Да подвалила я перо Я вокруг тебя парила Подставляла я плечо Ворон ты, да однокрылый Быть с тобой нам не дано Я взлетаю, падаю, падаю И снова становлюсь я на крыло Думала, с тобой лечу я Да подвалила я перо Я вокруг тебя парила Подставляла я плечо Ворон ты, да однокрылый Быть с тобой нам не дано Светлана Колундаева, песня «Крылья» Светлана, записывайте песни там же в своем доме культуры У вас есть своя студия, да? Да, 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 у нас в доме культуры есть студия, ну как бы студия у нас есть такой ансамбль, очень известный православный тон Вот, Геннадий Иванович Вечеркин И как бы иногда он позволяет пользоваться, потому что как работник и как бы творчество, может быть, нравится Вы с ними сотрудничаете? Наверное, скорее они с нами Хорошее качество, да? Ну, да Положительное Скажем так, да Кто у вас слушатель в Боковской? На каких мероприятиях вы выступаете? Я не знаю Тематические какие-то Вы не знаете, где вы выступаете? Я в бреду Слушать бывает и молодежь Мне даже бывает иногда, ну как-то неудобно Я считаю так, это мое какое-то там узкое такое вот творчество Бывает, идешь, так иду в магазин, например А раз машина стоит возле, и там вот какая-то песня Я не так, вот честное слово, мне так неудобно Я куда-то стараюсь потеряться где-нибудь там Вот, и вот молодые люди сидят И удивляюсь, конечно Мне кажется, шансун это более такая Средний, наверное, возраст Ну, разные смотрю возрасты То есть на дисках они Ваши диски у них, да? Да, да, да А почему вы Через интернет так же Почему вы стесняетесь своих песен? Не знаю, наверное Вы так самокритичны или почему? Ну, наверное, да Потому что когда себя сам прослушиваешь Боже мой, что же написала? Там как-то не так И это не так, и то не так Приятно, когда не скрой, бывает, подходят люди И говорят, спасибо Вот сегодня у меня такое настроение Вот с утра я включила И слушала песни Вот у меня все хорошо И говорю, спасибо вам У меня теперь тоже будет хорошее настроение А у вас бывают такие ситуации Когда вы написали эту песню И потом слушаете И вам ничего не хочется изменить? Есть, да Есть такие песни Да мне кажется, в принципе По большему счету они все Мне просто не нравится Как я, бывает, исполню Потому что вот в данный момент Ты когда писал ее Вот твои переживания Да, потом вот ты как-то не так ее Исполнил Там вот это вот хочется В момент переделать А бывают случаи, когда А вам все хочется изменить Вообще уничтожить эту песню И вы это делаете Просто стираете ее Уничтожаете Я ее просто не записываю Может быть пройдет время И вы что-то исправите Да, и запишите Ну, может быть, бывает Находишь Так и жалко выбрасывать Стирать свои труды Рукопись Ну, по-разному По-разному бывает Знаем мы Гоголя Да-да-да Это же имею в виду Ну что же Инна Билан Мы готовимся послушать Песню маму Эта песня посвящена всем мамам Да, эта песня посвящена всем мамам Она была заявлена, в общем-то Как, наверное, молитва Каждой маме Вот Мне как бы Она вообще мужская И мне немножко, наверное, тяжело было ее исполнять Потому что я так думаю Что все-таки мужчина, да, больше Вот как-то в плане молитвы Может донести Но я надеюсь, что это получилось И еще один, так сказать Казус этой песни В том, что она записана абсолютно непрофессионально Потому что Пока в настоящее время Нет возможности записать ее на студию Но я надеюсь, она появится И автором этой песни Выступает тоже мой хороший друг Мой бывший начальник, я скажу больше Владимир Дымов его зовут И по воле случая Он сейчас живет и трудится И творит в Казани Вот Я надеюсь, у него все получается И его нынешние Так сказать, клиенты Довольные его творчеством На самом деле Очень классные песни Очень качественные И очень берущие за душу Хорошо Песня «Мама» Инна Билан Сердце матери Лучик солнечный Лучик радужный Золотой В сердце матери Нет ни облачка Сердце матери Храм святой Руки матери Колыбель моя Руки матери Два крыла Крылья ангела Белоснежные Крылья нежности И тепла Единая Моя Родимая Моя Ах, если б только ты Знала Нет жизни Нет жизни Без тебя Нет мысли Без тебя Любимая Моя Моя Голос Голос матери Льется Песнею Светлой Музыкой В небесах Голос матери Песнь небесная А глаза ее Образа А в глазах ее Нежность ласкою А в глазах ее Чудеса Очи Матери Моя Сказкою Детской Сказкою Навсегда Единая Моя Родимая Моя Ах, если б только ты Знала Нет жизни Без тебя Нет мыслей Без тебя Любимая Моя Моя Нет жизни Без тебя Нет мыслей Без тебя Мама 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 Инна Билан Песня Мама Инна Ваша мама Жива-здорова? Да, она живет С папой вместе В городе Снежное Да, в Донецкой области Не на Украине А ДНР Нынче это называется По-другому они никак не признают Как они там себя чувствуют? Тяжело Тяжело в плане работы Тяжело в плане зарплаты Цены такие как здесь И зарплата к сожалению Оставляет желать лучшего А как родители относятся к тому, что ты поешь? Нравится им это? Ну у меня папа очень далек Отдерживает В своей юности он тоже пел Играл на гитаре Наверное тоже у него джаз-бэнд Так сказать был Но я не могу сказать, что Прям они в восторге от этого Ну нравится тебе Пой, ходи, господи Не нравится Ну не занимайся этим Ну и чтобы тебе было хорошо Инна, вот интересно Мы только две сегодня Песни послушали Я слушала больше твоих песен Почему ты все время поешь Грустные песни? Вот я Я не знаю Вот наверное потому что Я не автор Хочется чего-то Шальная А хочется все-таки шальная Хочется вот такого Ну Вы попросите Светлану Я не отказалась от такого автора Как Светланы Потому что Достаточно глубокие песни Да тебе что-нибудь веселенькое Понимаешь Потому что происходит Диссонанс восприятие Ты такая вся веселая Светлая Ух Песни послушаешь Да А песни послушаешь И все И плачешь И тушь течет Понимаешь Ну что ж ты делаешь Я буду исправляться Да Мы будем ждать Телефон На прямом эфире 200 Ровно 2519 Ну вот наши слушатели Они же редакторы Нашей радиостанции Сказали А чего ж заявлена Песня о Ростове Светланы Колундаевой Так сказали А говорите Б Поэтому мы ее На финале и послушаем Песня называется Ростов Дон Вот А сейчас Что мы не сказали Не затронули Какую тему не затронули Во время нашего эфира А вы хотели бы сказать Светлана и Инна Ну например А у меня будут Там Концерты В области Гастроли В области В нашей Я готовлюсь к творческому вечеру На районном уровне Скажем так Вот Пока как бы Я считаю Рано о себе еще как-то заявлять Поэтому Пока только вот в станице Вот это будет Третий вечер Ну это хорошая новость называется У нас в конце программы Всегда мы спрашиваем Что хорошего Произошло в вашей жизни Вот ваша хорошая новость Это то что вы готовитесь К сольному концерту Да Ну вот По поводу районного уровня Вас как-то кто-то поддерживает Коллеги Морально Морально Да А так как бы Ну есть люди Единицы Которые там вот помогают В выпуске как бы Вот я не знаю как сказать Диск альбома Потому что на это все-таки Нужны средства И песню записать И диск выпустить Как любишь кататься Любишь саночки возить Нравится Занимайся Такое как бы ну Дороговатое удовольствие Потому что это как хобби считается Да И ты сам все это Финансируешь И получаешь от этого удовольствие А ваши родные и близкие Вас поддерживают 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 Даже вот у меня Сын Юрия Ну как бы он тоже поет Ну потому что мама Это Рома надо Мама надо Да ну хорошо Вот он со мной пел на вечере Который был у меня в том году Теперь уже к этому году Может быть как-то и Почаще бы делал Но не получается Потому что В силу работы В силу финансовых Какие-то трудности Да вот как-то Чтобы записать альбом И выпустить Хотелось бы тоже И сборник И я пишу еще стихи Немножечко рисую Фотографирую Вышиваете крестик Крестик Инна Что у вас Что у вас Хорошего Ой хорошего Когда ваш сольный концерт Мы можем Услышать И поприсутствовать За сольный концерт Это еще Далеко Что Часть Может быть Творчество Моего в какой-то Степени творчества Моя дочь В себя впитает И в дальнейшем Замечательно Фамилия Это раскрученная Да Уже сам Дело сделано Я кстати видела Инну дочь Она действительно маленькая звезда Вот правда Харизматичная Да и мы ее видели Знакомы близко Ну что же Коллеги Будем завершать программу Спасибо вам большое Сегодня в эфире были Спасибо вам Светлана Колундаева И Инна Билан А вели программу Виктор Серпионов И Марина Орлова Марина Олеговна Орлова Спасибо всем И песня Ростов Дон Споем вместе Ростов Дон Батя наш родной С ним в разведку Ходите на мне впервой Сколько ты народа приютил Сколько ты детишек подрастил А сколько еще будешь опекать Ведь тебе батя жить не привыкать Мы с тобой живем в Ростовской области И гордимся тем что казаки Ни почем нам беды или користи Унывать нам братца не с руки Повели кому-то по поверью Перевода нету казакам Шашка на дону подруга верная Ну а батька бравый атаман Ростов Дон Батя наш родной С ним в разведку Ходите на мне впервой Сколько ты народа приютил Сколько ты детишек подрастил А сколько еще будешь опекать Ведь тебе батя жить не привыкать Мы с тобой живем в Ростовской области Казаки по крови и в душе Гордость им завет и подвиг доблести Все что нам завещено свыше Степи посидевшие душе приют Песни с переливом соловья Поднимают дух по жизни нас ведут Данчик и огромная семья Ростов Дон Батя наш родной С ним в разведку Ходите на мне впервой Сколько ты народа приютил Сколько ты детишек подрастил А сколько еще будешь опекать Ведь тебе батя жить не привыкать Субтитры сделал DimaTorzok